В акции националистов приняли участие некоторые депутаты Верховной Рады. Они митингуют в поддержку предполагаемых убийц в тот момент, когда страна стоит на краю финансовой пропасти. Завтра истекает срок погашения кредита, предоставленного России. В понедельник, то есть первый рабочий день, Киев должен вернуть Москве 3 миллиарда долларов. Однако украинские власти в одностороннем порядке объявили мораторий на выплату долгов. Как заявил сегодня глава нашего Минфина Антон Силуанов, Россия сожалеет, что Украина выбрала не переговоры, а дефолт. Из Киева репортаж нашего корреспондента Ольги Князевой. Эта неделя для украинских чиновников стала неделей внеплановых заседаний. Успеть до Нового года то, на что по сути отводился год уходящий. В Раде спешно пытаются принять бюджет и налоговый кодекс, а премьер срочно собирает министров. В правительстве наконец определились с позицией в отношении долга перед Россией. Кабинет министров Украины вводит мораторий на выплату так называемого российского долга. Мораторий вводится на выплаты 3 миллиардов 75 миллионов долларов по российским бондам и 507 миллионов долларов по долгам компаний КБ Южная и Украфтодор перед российскими банками. Арсений Яценюк как будто забывает. Россия готова была реструктуризировать долг с условиями аж трехлетней отсрочки. Для этого всего лишь нужны были гарантии западных доноров Украины. Но те, кого в Киеве считают друзьями и партнерами, в итоге руку помощи не протянули. Мы сожалеем о том, что украинская страна предпочитала дефолт переговорам с Россией. Тем не менее, долг Украины перед Россией остается. Он никуда не девается. Украина будет гасить этот долг. Мы примем все необходимые меры для защиты интересов Российской Федерации в судах, которые мы подадим иски в случае неоплаты Украины долга по графику, который установлен в соответствии с соглашением. График этот истекает в конце текущего года. Выгодные для Украины условия Владимир Путин озвучил еще в середине ноября на саммите G20. Вместо того, чтобы попытаться договориться о гарантиях с теми же американцами, киевские власти продолжали тянуть время. Отказ платить России для Украины означает прежде всего дефолт по долговым обязательствам. Для экономики страны, которая по оценкам всех рейтинговых агентств более чем за 20 лет независимости никогда не находилась в таком плачевном состоянии. Это еще одна подножка. В первую очередь дефолт это сигнал для международных заемщиков, для кредиторов Украины, для потенциальных инвесторов относительно того, что экономика страны находится в катастрофической ситуации. Что страна не может обеспечить и гарантировать выплаты по тем займам, которые у нее уже есть. Соответственно, это будет означать фактическое ограничение финансирования со стороны внешних инвесторов для государства Украины. Украина сама разрешила себе не платить по долгам еще в мае. В Раде был принят закон, позволяющий Кабмину налагать мораторий на выплату долговых обязательств. А тут еще у МВФ кредитная политика поменялась. Теперь давать деньги Киеву фонд будет даже в случае дефолта. Я думаю, что Россия Федерация сразу выиграет. Другое дело вопрос времени. Но в случае, если выигрыш произойдет, то изыскивать единый момент на Украине 3 миллиарда долларов, искать их в течение трех лет, как было предложено президентом Российской Федерации, это, как говорят в Одессе, две большие разницы. И, собственно говоря, вот в этом и будет цена для Украины, с учетом того, что еще надо будет, скорее всего, компенсировать Российской Федерации судебные издержки. Ну, то есть оплата для адвокатов в Лондоне достаточно дорогая. Впрочем, под вопросом и ближайший транш от МВФ. С государственным бюджетом 2016 не все в порядке. Тот проект, который устраивает западных доноров, депутаты раскритиковали, назвав его антисоциальным. Под Радой в дни заседаний снова митинги. Аграрии, представители малого бизнеса и пенсионеры требуют не утверждать документ. Украинцы в очередной раз и беднеют. Они уже в этом году на треть стали беднее. Именно потому, что правительство заложило абсолютно нереальные показатели инфляции, которые уже перекрыты втрое. Все станут беднее, очень хорошо это почувствуют на собственном кошельке. А также, как бы, столе, плечах и так далее. Рождественские ярмарки в Киеве – это теперь скорее развлечение для туристов. Большинство украинцев не знают даже на какие средства накрыть праздничный стол. Решение правительства не платить по долгу, сделало предновогодние недели еще и преддефолтными. Ольга Князева, Максим Семин, Первый канал, Киев.